Добрый день уважаемые телезрители в эфире канала 16 передачи актуальное интервью и у меня в гостях протеерея Александр Брюховец старший священник храма всех святых города Сарова отец Александр здравствуйте добрый день я очень вам благодарен что вы пришли к нам в передачу в канун рождества и мы с вами немножко поговорим о рождественских праздниках сейчас идет самая строгая неделя поста перед рождеством и наверное надо поговорить о том все же как отмечается рождество в храмах Сарова но любой праздник тем более такой праздник как рождество христово праздник который является двундесятым одним из главнейших праздников вот любой праздник начинается с храмового богослужения то есть самый лучший способ и самый правильный способ отметить этот праздник это участвовать в рождественском богослужении когда мы будем ночью молиться в храме даст бог именно в этот момент мы будем вспоминать переживать это событие вот и будем первыми у если родившегося младенца христа подобно тем пастухам которые тогда в поле в то время пасли свой скот и самые глубокие впечатления молитвенные соприкосновения с богом именно вот они эти события происходят именно на богослужении то есть человек получает заряд духовной энергии если можно так сказать радость от этого праздника чувство сопричастности потому что он молился непосредственно у того места где родился христос то есть погружение в это событие обычно же рождество у нас также соединяется с такими приятными вещами как подарки да там рождественские подарки вот рождественское настроение которое мы себе создаем но это уже некая производная да от того суть от той сути праздника от той глубины которую мы приобщились вот во время молитвы подарки были принесены христу волхвами вот вот вы принесли дары дары и подарки да и поэтому вот эта вот традиция когда мы на рождество друг другу как бы сначала приносим христу наше сердце наши добрые дела дела веры служение свое вот а дальше уже ближнего тоже как бы приобщаем празднику через вот эти благотворительные благие дела благотворительность через подарки и это создает вот это вот как бы праздничное настроение и радость что с одной стороны и мы богу приносим добро своего сердца с другой стороны что и господь нам благотворит через близких через их тоже открытые сердца через их любовь то есть вот такой создается такая глубина праздничного строения ну и как в храмах происходит в храмах у нас бывают ночные службы это вот надо посмотреть в расписание каждого храма а где можно посмотреть расписание самый главный у нас информационный портал в благотчине это сайт православный саров православный саров да также газета православный саров также есть в каждом храме расписание есть телефон за свечным ящиком где сотрудники храма могут информацию предоставить либо на ночную службу которая обычно начинается в 10 часов вечера либо идет обычным ходом чередом то есть вечером в 5 часов идет все ночные обдения уже утром 8 часов божественная тургия но даже если в этот день кто-то захочет прийти просто вне богослужебное время я думаю что это будет все равно приятно человеку храмы будут украшены обычно ставится ели игрушки вот в каких-то храмах у нас есть вертепы где дети могут посмотреть в эту пещеру где лежит младенец христос окруженный в этими домашними животными то есть общая атмосфера праздника она и сказать создается в храме поэтому даже если вы человек придет вне богослужебное время он получит эту массу впечатлений и положительных эмоций но вот как раз мне кажется это очень важно мы говорили заговорили про детей да и возможность привести ребенка в храм ведь больше акцент у нас в обществе до сложилось так что на новом годе готовится к новому году устанавливают ту же самую ель да который рождественское дерево да сказал вот и как в этих обстоятельствах раскрыть детям смысл события рождества вот во первых у нас есть вот такая маленькая трудность в том что согласно календарю вот церковь живет по июльянскому календарю да то есть у нас получается рождество 7 числа января а новый год пера июльян скому с 13 на 14 старым а григориан скому нашли рождество вот западными расправляет 25 декабря соответственно новый год с 31 на 1 а у нас получается так что православная традиция рождество 7 а гражданская традиция новый год 1 января а как говорится вот старый новый год но практически уже не имеет того значения поэтому эта самая рождественская елка если раньше она логично переходила на новый год и действительно являлась символом рождества то когда сейчас все немножко поменялось перевернулась получается так что она стала символом нового года и плавно перетекает в рождество но и вот по сути вашего вопроса что касается детей то мы понимаем что детей воспитывает семья и школа вот школа у нас сейчас отделена от церкви и церковь от школы поэтому религиозным воспитанием и просвещением школа не занимается поэтому единственное воздействие на ребенка это семья то есть семейные традиции семейная сказать вера семьи вот то что передается ребенку и то что может открыть и вовлечь ну и вот каждый раз напоминаю что в помощь семье у нас при каждом храме либо воскресная школа существует либо так называемая воскресная группа для детей разного возраста и каждой воскресной школе мы готовим рождественское либо представление либо праздник вот чтобы дети были вовлечены в это событие вот это может быть утренник это может быть какие-то у нас мероприятие на улице вот возле храма после богослужения какие-то представления ну и самое главное мероприятие вот рождественских праздников помимо того что у нас есть такая структура сказать приходская структура как творческое объединение мир вот которые готовят разные представления конкурсы театральная программа опять же это можно сказать ознакомиться на сайте вот но на мой взгляд самое такое впечатляющее мероприятие которое соответствует празднику это рождественское шествие христославов когда собирается все дети со всех приходов вот чаще это бывало у нас в храме всех святых мы определенному маршруту либо краткий маршрут там вот монастырская площадь либо какие-то городские улицы все идем с рождественскими звездами вот граждане могут вспомнить и поем калятки или просто прославляем христа то есть свидетельствуем окружающему миру а той радости которая пришла в этот мир с рождением иисуса христа давайте немножко поговорим об итогах года 2022 год стал юбилейным для нижегородской епархии 350 лет нижегородской епархии исполнилось вот какие то может быть основные события для нашего благочиния и для храма всех святых чтобы вы могли выделить но есть такая традиция подводить итоги года но это могут яркие события какие-то да могут быть сказать другие какие-то вещи но самый главный итог которым завершается год это когда мы возносим благодарственные молитвы богу за прошедший год и на грядущий год и спрашиваем благословение и самое главное что вот этот круг годовой завершается благости божии и начинается снова и как бы вот не касаясь ярких событий я скажу так немножко сказать с духовной точки зрения наших храмах совершается практически ежедневно богослужения совершается божественная литургия а литургия она еще называется по-гречески евхаристия от слова благодарение то есть эта служба когда мы собираемся ежедневно чтобы вознести благодарственную благодарственную молитву богу совершить евхаристию вот и принимая участие в этом танец мы причащаемся тела крови христовых так вот благодарение богу ежедневная и возможность такого благодарения таких молитв я считаю как бы главным содержанием с духовной точки зрения или главным духовным итогом ну или содержанием да то и нашей жизни если мы прожили год так что благодарим бога за хорошее если сказать что то господь нам дал возможность сказать просыпаться утром сказать лицезреть природу наши человеческие отношения здоровье да если что то случилось скорбное да или что то мы потеряли мы приобрели мужество приобрели терпение опять же благодарим богу за этот жизненный урок так вот если у нас есть это главное чувство благодарить благодарить бога благодарить окружающих и это чувство в течение года у нас горело поддерживалось и вот закончили год в таком состоянии духовном то мне кажется вот это самый главный итог потому что к сожалению ну я и себе тоже могу сказать что благодарить очень трудно порой бывает когда все замечательно но мы просто как сказать нам не до благодарения мы полнослаждаемся да вот когда плохо мы скорбим а вот просто просто сказать благодарить за то что есть человек не всегда может он кому-то завидует что-то ему не хватает что-то видит по-другому вот порой он не хочет менять себя и поэтому вот получается такая жизненная ситуация что до этого состояния внутренней гармонии с собой с окружающими и с богом трудно дойти и вот этот момент благодарим господа это очень важный момент в нашей духовной жизни нам в этом году господь это дал мы совершили этот круг времени земля облетела вокруг солнца и как говорится это слава богу и главный итог нашего года ну помимо этого конечно у нас есть план работы благочиния по всем направлениям образования там культура благотворительная деятельность спортивная деятельность вот и каждый каждый этот раздел нашей деятельности он выполняется у нас есть соответствующие мероприятия которые освещаются вот на портале православный саров в газете и думаю что горожане тоже замечает и присутствие прихода священника в делах нашей городской жизни без этого не обходится ну и заглядывая немножко вперед на следующий год вот спросили про храм всех святых да да у нас грядет такая юбилейная дата вот 30 лет со дня освящения храма всех святых но это же был первый по сути храм благочиния это был храм первый городе освященный храм в городе саров после вот 70-летия запустения здесь духовной жизни ну а в этом году ну наверное самым таким свершением это то что наконец-то наш храм может уделить как бы или мы можем уделить внимание этому храму потому что посмотрите осветили храм всех святых потом у нас служба перешла в храм иоанна предтечи да вот там сказать пределы ли пророка потом вот эта община мы как бы собирали деньги собирали ресурсы вот мы вот все эти мы все прихожане вся наша община вот построили светлой памяти владимир михайловича корюка храм целителя пантелеймона на маслихе кто-то вложился средствами кто-то сказать личным трудом вот священник нашего храма протериев владимир кузнецов он перешел из храма всех святых в храм сказать настоятелем храма целителя пантелеймона часть община туда ушла и начал обустраивать там жизнь то есть начиная от самых простых вещей каких-то бытовых да там обустрельство икон налаживание богослужения создание приходской общины хор и так далее так далее и вот этот весь период строительства начала сказать храм всех святых он был как не то что донором да но вот он вкладывал свои силы средства вот после храма целителя пантелеймона у нас был и храм святаго духа сказать на бывшем источнике да на сказать вот там новый на озере боровое вот потом храм и у многострадального опять же как бы основным ресурсом был вот хоть хоть храм всех святых храм царственных страстатерцев последний храм который мы осветили до в нашем городе вот храм замечательный тоже сказать богатый опять же вот те кто начинал этот храм начиная священников прихожанами вклады это тоже вот храм всех святых а еще забыл доскать самого начала что самый большой вклад прихожане внесли восстановление монастыря до первый храм монастыря храм в котором находились мощи преподобна серафима саровского бывший театр да это тоже вот мы священники которые молились там каждое утро в 7 утра приходили читали акафист потом после этого начинались работы прихожане которые там с на субботниках трудились собирали первые средства тоже для этого храма вот туда ушел часть нашего хора ушла вот то есть вот все время храм всех святых это был как вот ну как мать ну да как для всех остальных храмов для всех общин как источник веры во всем городе да и материальные духовные ресурсы человеческие то есть вот он как бы от него отпочковались вся вот эта красота все это множество приходов а вот теперь настало время ну наверное да чтобы все-таки храм всех святых немножко себя привел в порядок вот вы знаете что у нас есть росписи да которые сохранились 800 800 33 34 года освещение этого храма да вот но роспись находится она уникальна по-своему исторически культурно вот но роспись находится в плачевном состоянии потому что в течение этих там 200 сколько 200 лет практически да то есть храм сказать то свечки сгорали лампадки горели копоть поднималась там вентиляции не было потому что храм был задуман изначально как часовня вот поэтому они очень интересные вот там основная фреска это возвещает нам о грядущем пришествии христом да апокалипсис под куполом да под куполом да и вот в этом году уже сейчас устанавливаются леса в храме вот конечно нас затрудняется богослужение но начинается расчистка реставрация приведение в порядок вот этих фресок да сказать я думаю что это самый лучший подарок для нашего храма в год 30-летия юбилея храма вот который можно ему преподнести надо сказать еще что храм всех святых стал объектом культурного наследия федерального значения ну то есть теперь это по сути памятник истории культуры но он и так был да но теперь просто государство больше будет внимание отобращать будем надеяться что это конечно поможет привлечь в каком-то смысле да интерес прихожан к самому храму то что сейчас получается так что несмотря на то что храм всех святых был как говорите да источником и средства и людей и веры да на территории всего сарова сейчас он немножко ну после закрытия проект проспекта мира стал немножко надшими что надшими да хотя на самом деле по сути центр православный в нашем городе но за исключением монастыря конечно я тут много средств уложено монастырь конечно ну вот да у нас есть такая маленькая печаль что автобусы теперь не ходят остановки нет народа добираться очень трудно а категория все таких наших прихожан как бы традиционно это люди пожилого возраста и к сожалению порой мы испытываем действительно бы не то чтобы отсутствие а невозможности всем кто желает прийти в этот храм потому что ну стало не очень удобно но тем не менее надо отметить что воскресные праздничные дни у нас храм наполнен у нас достаточное число прихожан вот дружных прихожан замечательная как бы община вот храм поддерживается в достойном сказать состоянии постоянно как будто идет ремонт реконструкции какие-то косметические ремонты вот прихожане своими руками средствами жертвами все это делают поэтому вот надо сказать что духовной жизни она не уменьшается вот и поток прихожан все-таки у нас такой стабильный несмотря на все те трудности внешнего характера которые существуют как взрослому человеку если какие-то курсы православия для взрослых как взрослому человеку прийти в храм потому что порой мне кажется есть страх или сложности внутренние да вот какие какие как как здесь работа устроена в здоровье в этом плане у нас есть и в храме и у многострадального вот и самый главный нас курсы катехизаторские так называемые при храме всех святых там от 3 до 4 лет по выходным по воскресным дням вот по определенной программе вот проводятся занятия когда катехизатор либо священник с тем кругом интересующихся лиц обсуждает рассказывает вот те стороны церковной жизни которые будут присутствует окружает нас то есть принципе возможности у нас сказать очень много но и самое главное средство откуда мы черпаем информацию сейчас это конечно интернет то есть вся информация о деятельности прихода текущей деятельности планах прихода она вот на сайте православный саров но и есть православные сайте сайт например азбука веры это такой портал мощный где собрано очень много литературы статей проповедей вот и там глубину познания вот и глубину сказать ответов на те вопросы которые интересуют человека можно подчеркнуть просто сказать достаточным образом заключительный наверное вопрос к нашему разговору как-то благодарение да благодарность то о чем мы с вами говорили в передаче мне кажется есть возможность каждому человеку поучаствовать некой благотворительной деятельности и поэтому у меня к вам вопрос какие благотворительные акции проводит может быть благочение храм и как простой человек неважно там часто ходит храм является ли членом общины но как он может помочь и куда прийти и какой вклад может сделать свой там трудом или каким-то материальным благом но такой проект самый главный может быть проект нашей благотворительной деятельности это центр милосердия до на пушкина вот все знаете мне кажется на гагарина много гарри надо там там это на гагарин на гагарин напротив музыкальной школы музыкальной школы искусств по моему номер 2 до 10 школу бывшие когда прошу извинения за локацию потому что там у нас сосредоточивается помощь для малоимущих для людей нуждающихся вот трудных жизненных ситуациях то есть это вещи там продукты еще что-то причем там сказать есть гранты которые этот центр получает на работу с там с группой там например инвалидов или ну то есть вот такая внутренняя постоянная работа там ведется помимо этого у нас есть уже сложились традиционные акции вот в помощь людям малоимущим вот который проводится ежегодно и этих людей которые собирают средства на эти акции можно встретить в торговых центрах центрах города так в других местах это вот прежде всего наверное акция подарим детям рождество когда собираются средства для того чтобы оказать тем кто нуждается вот в этих подарках благотворительной помощи заботе вот в эти дни вот малоимущие осенью мы проводим акцию там с миру по листочку когда собираем детей в школу из многодетных семей вот необходимые учебные принадлежности летом часто проводится акция белый цветок когда собирается тоже средства на благотворительность собирается продукты вот там на донбасс отвозятся какие-то средства то есть вот благотворительная жизнь там вот благочение как бы отражается вот деятельность этого центра да ну и всегда как бы часть каких-то средств жертвуется конечно же из прихода из благочения те средства которые собираются в храме иногда у нас в храме бывают целевые сборы на какие-то вот вещи например когда объявляют патриархии там опять же вот в связи с военными действиями в донбассе мы собирали средства в течение там нескольких недель вот ну и в конце концов то есть да можно и в храме пожертвовать и сказать это жертва она найдет сказать ваше пожертвование найдет того кто в нем нуждается ну то есть получается можно сказать следующим образом если вы хотите поучаствовать благотворительности то можете обратиться в центр милосердия на улице гагарина да но при этом придя в храм всегда есть возможность сделать пожертвование на приход на приход а там а там сказать приход тоже вот в этих всех сказать посильно тоже принимает участие отец александр большое спасибо что пришли к нам в канун рождества рассказали о жизни благочения друзья на этом у нас все спасибо что были с нами и мы с вами увидимся через неделю до свидания до свидания